МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...оказывавшие сопротивление рейдерам, были избиты неизвестными. Тёмный был перевод, абсолютно тёмный. А вот соль был, но это было в 10 вечер. Слушай, потом так было лучше. Пойдём, а мы пойти, скажите. Не всё время так ходят? Нет. Теперь муж Ирины Ермаковой нуждается в серьёзной операции. Это второй случай насилия. Неделю назад один из избитых уже пострадал, пытаясь не допустить рейдеров во двор. Прибывшие на место правоохранители даже не проверили документы у нападавших. Хотя многочисленные свидетели видели у хулиганов нож и электрошокер. Правоохранители не смогли защитить жильцов от новой расправы. И жители Базарной решили обратиться к начальнику Приморского райотдела Олегу Стратьевскому. Оказывается, он не в курсе абсолютно наших событий. Ему материалы не предоставили. Он потребовал сейчас участкового прийти с материалами. Хотя мы писали с первого часа кучу заявлений, кучу объяснений, кучу протоколов. Он пообещал разобраться абсолютно во всём. Как попали документы ему на руки, насколько они законны, насколько законно начинается там какая-то стройка. То есть нам пообещал начальник это узнать. И пообещал, что покой у нас будет, чтобы мы не волновались. У нас милиция бережет. На всяком случае он сказал, что в Приморском районе есть милиция. И нам нечего волноваться. В милиции посетители выслушали внимательно и предложили всем ещё раз подробно изложить ситуацию. Организацию сбора информации взял на себя заместитель начальника райотдела Вадим Побережный. Будем смотреть документы. Говорить можно много. Хочу документы для запросов, на то, что они начинают немножечко электрошокеры и все вот эти вот мероприятия. Вот для этого вы сейчас приглашли, чтобы вы могли написать пояснение и дать какую-то свидетельскую базу нам для дальнейшей работы. Тем временем мнимый владелец отсутствующего строения на базарной Игорь Косовский явиться в милицию отказался, но прислал вместо себя адвоката. Хорошо, знаете, позвонили и сказали, что на обороне пришло. Сегодня? Сейчас адвокат пришел. На базарной совсем недавно побывали сотрудники Департамента коммунальной собственности. Они осмотрели спорную территорию. Жильцы надеются, что пристальное внимание правоохранительных органов и городских властей к их дворам не позволит совершиться беззаконию и защитит их от очередных нападений. Одесса под контролем, в свою очередь, приложит все усилия, чтобы справедливость восторжествовала. На горячую линию Одесса под контролем обратились жители улицы ЦХ Карабина. После каждого дождя около дома номер 4 остается огромная лужа, которая мешает пешеходам нормально ходить. Из-за забитой ливневой системы вода нисходит длительное время, застаивается и воняет. Кроме того, возле дома не горят фонари. В темноте на жителей часто нападали разбойники и хулиганы. На протяжении 6 лет, сколько не обращались мы в ЖЭК, чтобы навести порядок с ледневками. Как дождь идет, затапливает, вонище, порядка никакого нет. Большие дожди идут, а у нас в подвалах находится электрощит. Может довести до того, что произойдет замыкание. А в нашем доме плиты электричества. Мы все живем на электрических плитах. Раньше в доме работали поливные краны, с помощью которых жители убирали придомовую территорию. Но сотрудники ЖЭКСа убрали их, заявив об излишнем расходе воды. Возле дома должны быть поливные краны, ЖЭК их уничтожил. Потому что, говорит, что вода это деньги, а за все надо платить. А какой же может быть частоте порядок, если возле дома уборка не производится и не поливается территория. Чтобы выяснить, когда проблемами дома займутся коммунальные службы, спецкорреспондент Одессы под контролем вместе с Николаем Елисеевичем отправились на прием к директору ЖКС Черемушки Юрию Панкову. Под счетовую зальется, и мы останемся без света. Мало того, что мы в болоте сидим, так еще без света. Давайте пару дней, вода сойдет, я вам сделаю эту линювку, будет работать. Договорились? Я вам верю. Пару дней, да, вы поймете? Ну, вода сойдет. Водас идет. Я только чистить пару дней. Также Юрий Панков пообещал разобраться с отсутствующим придомовым освещением и поливными кранами. Кому обратиться или вы нам помогите? Напишите мне заявление. Швед, швед, столбы не освещаются. Заявление? Мы дадим заявку в Горсвет, они вам сделают освещение. Одесса под контролем следит за развитием событий. Как правильно составить жалобу на коммунальщиков? Первое. Составить акт претензию о неоказанных или некачественно оказанных услугах. На составление акта следует позвать представителя вашего ЖКС. Второе. Высов представителя нужно оформить письменно. Причем писать ЖКС следует не раньше, чем за два дня до составления акта. Третье. Если сотрудник не явился на составление акта, это проблема коммунальщиков. Для легитимности документа достаточно подписи трех жильцов дома. Четвертое. В акте необходимо указать адрес дома, описать проблему и срок ее неустранения, и, разумеется, подписаться. Не забудьте поставить дату. Пятое. Акт составляется в двух экземплярах. Жильцы должны зарегистрировать акт претензию в своем ЖКС. На копии акта, который остается у жильцов, сотрудник ЖКС должен указать дату поступления акта. Свои, фамилию, имя, отчество и должность, а также поставить печать. Шестое. Если вам отказывают в приеме акта, отправляйте его рекомендованным письмом по почте с обязательным оформлением описи вложенных документов и уведомлением о вручении вашего письма адресату. Седьмое. Акт должен быть рассмотрен в течение месяца. Если ЖКС не дал письменного ответа на вашу жалобу через месяц, вы должны обращаться в вышестоящие инстанции. Также вы вправе обратиться в прокуратуру. Восьмое. Первым делом вам следует обращаться в районную администрацию. Именно она несет ответственность за действия коммунальных предприятий. Девятое. Если вы не добились успеха в райадминистрации, обращайтесь в департамент городского хозяйства горсовета. Телефоны 705-48-51 и 705-48-52. Десятое. Все жалобы необходимо оформлять письменно в двух экземплярах и оставлять у себя завизированную в ведомстве копию. Одиннадцатое и последнее. В прохождении по всем инстанциям вам поможет горячая линия Одесса под контролем. Телефон 706-38-96. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»